Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина и главное в этом выпуске. Бессмертному полку присоединятся автомобилисты. Наклейки с символикой акции в Омске раздадут бесплатно. Для ценителей классики. Сегодня в Омске симфонический оркестр Мариинки под управлением гениального Валерия Гергиева даст два концерта. Вечерние мечи увидят в прямом эфире 12-го канала. Лед тронулся. Ледоход на РТШ горожане увидят уже сегодня. Сэкономят на торжестве и свадебном путешествии. Подать заявление в ЗАГС влюбленные смогут за год до свадьбы. Через два часа в Омск прибудет специальный чартерный поезд Омского пасхального фестиваля. Это больше 10 вагонов, в котором размещаются артисты симфонического оркестра Мариинского театра, технические службы и инструменты. Масштабный музыкальный форум в этом году, 17-й по счету, проходит с 8 апреля по 9 мая. За это время коллектив преодолеет более 20 тысяч километров пути и посетит почти 30 городов. В Омске оркестр Мариинского театра под управлением знаменитого маэстро Валерия Гергева по уже сложившейся традиции даст два концерта. Первый дневной благотворительный билеты получили о мечи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Второй концерт вечерний. Билеты на него уже давно раскуплены, но тем, кто не успел их приобрести, отчаиваться не стоит. 12-й канал проведет прямую трансляцию концерта. Начало в 19 часов. Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергева один из самых знаменитых в мире. Услышать его игру для всех ценителей классической музыки – большое счастье. Так что не пропустите трансляцию. Присоединиться к бессмертному полку смогут даже автолюбители. Второй раз в нашем регионе пройдет бесплатная раздача наклеек с символикой акции. Организаторы уже подготовили больше двух тысяч экземпляров. Раздавать наклейки будут в течение нескольких дней на парковках у крупных торговых центров. Сегодня в полдень волонтеры будут дежурить у торгового комплекса Омский. Их компанию добровольцам составит двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко. Продолжится акция 22 и 27 апреля. В два часа дня раздавать наклейки будут у «Континента» и «Триумфа», соответственно. Помогать добровольцам будут автогонщик Александр Фабрициус, координатор общественной организации «Союз добровольцев России» в Сибири Сюзанна Егиян и глава регионального штаба «Бессмертного полка» Галина Кудря. К слову, инициативы омичей заинтересовались и в других регионах, так что символика патриотического проекта, возможно, украсит автомобили по всей стране. Влюбленным парам разрешат подавать заявление в ЗАГС за год до свадьбы. Чиновники уже готовят поправки в Семейный кодекс, чтобы снизить нагрузку на учреждения и сэкономить деньги молодоженов. Сейчас заявление подается, как правило, за месяц-два до регистрации брака, но из-за большого количества желающих назначить день бракосочетания на знаменательную дату удается не всем. Кроме этого, пары не могут забронировать тур на медовый месяц заранее, а значит, по более низкой выгодной цене. После нововведения такие возможности у будущих супругов появятся. Ну а если молодые, подавшие заявление за год до свадьбы, передумали жениться, то они могут просто не приходить в ЗАГС и свадьбы не будет. Несколько минут назад Омский Центр кадастровой оценки и технической документации запустил прямую линию. До 12 часов амичи могут узнать, как правильно подготовиться к проведению государственной кадастровой оценки, а также подать декларацию о недвижимости. Телефон для связи 20 15 21. Отмечу, что оценивать будут жилые дома, капитальные гаражи, производственные и административные здания, объекты коммерческого назначения, недвижимые комплексы, земельные участки и даже парковки. Также важным нововведением является возможность подать декларацию об уточнении характеристик объекта собственности еще до начала оценки. Это, по мнению специалистов, поможет повысить точность и объективность результатов. Генеральная уборка на улицах Омска рискует превратиться в уборку влажную. Синоптики предупреждают, что во время общегородского субботника, который состоится уже завтра, работать граблями и лопатами амичам придется под дождем. Первоосадки ожидается сегодня вечером, а в субботу дождь пойдет снова силой. При этом температура воздуха в день опен-эйроуборки обещает быть теплой. Воздух прогреется до плюс 14. А вот в воскресенье похолодает до плюс 4 градусов днем. С понедельника в области снова понтеплеет, но дождливая погода, скорее всего, продержится до самых майских праздников. Сегодня амичи, скорее всего, будут наблюдать ледоход. Синоптики ожидают, что лед на РТШ в черте города вскроется в ближайшие часы. Вообще, ледоход в регионе начался немного раньше, а именно на три дня, чем прогнозировали гидрологи. Первыми его наблюдали жители села Татарка. В ближайшие дни на реках Омской области ожидается подъем уровня воды различной интенсивности. Особые опасения вызывает поселок Затон, до его подтопления остается всего 40 сантиметров. Впрочем, спасатели уже прибыли на место и готовы к ликвидации паводка. Стало известно, как будут работать сезонные садовые автобусные маршруты городского и пригородного сообщения. По данным мэрии, дачные автобусы выйдут в линию 29 апреля в связи с тем, что 28 объявлено рабочим днем. Периодичность работы будет следующей. С 29 апреля по 20 мая три раза в неделю, с 21 мая по 2 сентября четыре раза. А с 3 сентября по 1 октября вновь три раза в неделю. Кроме того, в течение всего сезона добраться на городском транспорте к своим участкам омичи смогут и в праздничные рабочие дни. При плохой погоде в выходные и в праздники автобусы будут ходить по будничному расписанию. Отвяжись худая жизнь, девичьи страдания и топотуха. Эти и многие другие номера в исполнении государственного омского русского народного хора смогли увидеть жители Исселькульского района. Коллектив отправился в гастрольный тур по Омской области. Программу под названием «Счастье вам, земляки» артисты покажут в 14 деревнях и селах. Чем хор удивлял зрителей в Исселькуле и почему гастроли по региону артисты ценят больше, чем по Европе, узнала Анна Черных. Бойко, стуча каблуками, артисты омского хора исполняют один из самых заводных номеров – топотуху. Это не просто популярный русский народный танец, искусство ухаживания за женщинами. В нем дается пошаговая инструкция, как знакомиться с прекрасным полом. А вот лесорубы отражают молодецкую силу и удаль сибиряков. Творчество омского хора пропитано любовью к русской земле и культуре и вызывает бурю восторга. «Омский хор» – постоянный участник фестивалей народной культуры, лауреат многочисленных конкурсов. Коллектив знаменит не только в России, но и за рубежом. Австралия, Корея, Новая Зеландия, Англия, США и Франция. Тем не менее, о родной глубинке они не забывают и часто приезжают в села с концертами. «Программа наша, вот сегодняшняя, она рассчитана на всякого зрителя. Можете погрустить, можете повеселиться, можете поплясать вместе с нами. Это наша, как говорится, долг и обязанность, первейшая. Не за границей, а именно обслуживание нашего сельского жителя». «Культура наша остается всегда и она будет. Мы русские люди, мы любим русские концерты. И для нас это просто наслаждение. Вот просто получить заряд бодрости, ну это большое дело для всех». Через два года коллектив наверняка удивит поклонников еще более грандиозным концертом. В 2020 году омскому хору исполнится 70 лет. Анна Черных, 12 канал. О спорте. Вратарь Доминик Фурх покинет авангард. Голкипер сборной Чехии, который последние три года отыграл за омскую команду, продолжит карьеру в Северстале. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Доминик Фурх за время, проведенное в Омске, стал безоговорочным первым номером омского клуба. Голкипер был в составе сборной Чехии на последней Олимпиаде. Отмечу, что ранее сообщалось, что в авангард перейдет теперь уже бывший голкипер Сибири Александр Салак. Однако в пресс-службе клуба эти информации не подтверждают. И последнее. В Омске появится троллейбус Победы. Необычный наряд будет красоваться на борту общественного транспорта в канун 9 мая. Причем специалисты облагородят и внешний вид, и интерьер транспортного средства. Дизайн разработали специалисты Центральной городской библиотеки. В скором времени макет распечатают и украсят как минимум один троллейбус, курсирующий по маршруту номер 16. В основу дизайна легли известные символы Великой Отечественной войны. Это фотографии с фронта, сложенные треугольниками письма и георгиевская лента. Использовали авторы и традиционные для праздника Победы фразы вроде «Мы помним, мы гордимся» и «Никто не забыт, ничто не забыто». К слову, троллейбус Победы не первый подобный проект с 2016 года по Омску колесит литературный трамвай. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Кровать «Николет». При покупке кровати матрас в подарок. Виктория «Мебель». Ходила раньше Нина из Марьяновки за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь печенье «Братцы Зайчата» всего 59,90 за килограмм. Вот это цены! Ассортимент какой! Все есть от молока до игрушек. Ковка 509-017. 509-017. В приложении «Двагис» вы найдете удобный рубрикатор и подробную информацию об организациях, отзывы о компаниях и расположении входов, маршруты для общественного транспорта, автомобилей и прогулок, навигатор с отмеченными светофорами, камерами и лежачими полицейскими. Скачайте «Двагис» бесплатно в App Store и Google Play. Возрастное ограничение 0+. Избавит от боли в спине и вернет суставам подвижность. Современный аппарат магнитотерапии «Алмак-01» станет незаменимым помощником для садоводов и огородников. Всего за 20 минут прибор не просто обезболивает, а лечит воспаленный очаг. Поэтому в преддверии дачного сезона специалисты советуют омечам обзавестись не только рассадой, но и компактным аппаратом «Алмак-01», приобрести который можно в магазинах «Медтехника» и аптеках города. Подробности в нашем сюжете. Компактный и функциональный о лечебном эффекте аппарата «Алмак-01» омечи знают не понаслышке. Сегодня прибор, воздействующий на проблемные зоны электромагнитными волнами, один из самых востребованных товаров на аптечных прилавках. 20 минут терапии может быть достаточно для улучшения состояния. Основной задачей магнитотерапии является уменьшение отёка, уменьшение болевой чувствительности, улучшение кровотока, улучшение венозного оттока, появляется чувствительность нервная и появляется подвижность сустава. У современного аппарата минимум противопоказаний. Пользоваться могут им и дети, и пожилые люди. Сейчас в весенний период пройти профилактические или поддерживающие курсы магнитотерапии на аппарате Алмаг-01 будет полезна тем, кто страдает заболеваниями позвоночника, такими, как остеохондроз, у кого есть, возможно, протрузия или грыжа межпозвонковых дисков. Также те, кто страдает заболеваниями суставов, это и артриты, и артрозы, патологиями венозной системы, такой, как варикозная болезнь, тем, кто страдает сахарным диабетом, гипертонической болезнью или какими-то хроническими заболеваниями другими внутренних органов. В Алмаге-01 удачно сочетается портативность и эффективность. Он просто удобен в использовании дома. А еще, как говорят специалисты, Алмаг рекомендуется брать с собой на дачу. После трудового дня в огороде он просто незаменим. Екатерина Булучевская, Сергей Гаев, 12 канал. И о погоде сегодня по области и в Омске пасмурно, возможен дождь. В районах столбики термометров покажут 6 градусов тепла, в Омске до плюс 13. Ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Пока-то все новости. Следующий выпуск смотрите в 14 часов. А далее на 12 канале программа Владимира Казанина. Управдом. Хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вca SMITH Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова